Великая Отечественная Война победоносно завершилась! День начала Великой Отечественной Войны ульяновский художник Мефодий Иванович Остапенко помнит так, как будто это было вчера. Это была суббота. Как обычно, в выходной день он и его товарищи с самого утра убежали в родную Ставропольскую степь погулять. Им всем было по 13-14 лет. Уже вечером уставшие, но довольные, а не шумные компании возвращались домой. Но, по словам Мефодия Ивановича, в воздухе как будто повисло какое-то напряжение. Люди встречаются, колхозники едут, смотрят на нас с удивлением, молчат, никто ничего не говорит. А потом, когда зашли в село, мы услышали уже плач. Женческий плач. В селе провожали на фронт сельчан, кто подлежал мобилизации. В первые дни войны Мефодий Иванович Остапенко, как и его друзья, выполняли лозунг «Все для фронта, все для победы». Нам, школьникам, дали задание подобрать все металлические части, какие валяются в селе, все вот это металл, куски металла собрать в школе, там в одном месте сложить. Это уже нужно было для переплавки, для снарядов, что еще можно было из металла сделать. Другое не менее важное задание было помогать женщинам с детьми, у которых мужья ушли на фронт. Так продолжалось до 1942 года, до того момента, когда фашисты оккупировали территорию Ставрополья. С оккупантами 14-летний Мефодий столкнулся чуть ли не первым в селе. Как-то он пошел проверить опустевшие деревянные постройки, где раньше находился колхозный скот, мобилизованный в тыл. Только зашел, и вдруг зашуршали эти камыш, вот, и очередь пулеметная. Вот, я думаю, в чем дело? А я слышал, где-то что-то гудело, тарахтело вернее. Вот это были мотоциклисты ехали, немецкие я тогда не расслышал, как следует, и не увидел их. Они другой дорогой ехали к колодцу. Немцы заметили парнишку, который забежал в заброшенную постройку. По сараю, где находился Мефодий, открыли пулеметный огонь. К счастью, мальчик успел залечь. Это его спасло. Я пришел домой, вот, а там уже, говорят, в селе, у нас окраина села была, восточная окраина. В селе, говорят, уже немцы у нас. Вот, вот это я впервые. Вот отец сказал, никуда не выходи, чтобы тебя не видели, не записали, а то или это на работу заберут здесь или отправят в Германию. Как говорит Мефодий Иванович, при виде фашистов у него внутри все кипело. Да еще не давало покоя припрятанное оружие, карабин времен гражданской войны. Прячься от родителей, он восстановил его. Мефодий спал и видел, как одной пулей убивает сразу двух немцев. Его остановил только страх за своих односельчан. Я вспомнил, что я читал уже газеты, мы много читали газеты. Вот, в газетах писали о зверствах немцев, особенно, когда на них кто-то нападал. Вот, они потом мстили всем. Я подумал, что если я убью этих двоих немцев, вот, они потом всю нашу улицу, весь поселок у нас две улицы как-то отдельно были, две улицы Гирова назывались, вот. Они уничтожат всех. Стоит ли этим заниматься? И я отставил. Хорошо сделал, что отставил. Я думаю, до сих пор, что правильно сделал. Фашисты находились в селе с августа 1942 года до 18 января 1943 года. Известно, что с первых дней оккупации Ставропольского края гитлеровские войска проводили массовые расстрелы мирного населения. За пять с половиной месяцев в крае погибло более 32 тысяч человек. Но село, где жил Мефодий Иванович, крупно повезло. За все время оккупации там не погиб ни один человек. Но так никто ничего из немцев и не тронул. Вот что удивительно. Думали, ну, расстрел. Раз этот сказал, сам этот староста предупредил, значит, они начнут расстрел. Уже догадывались, знали, что там много расстреливают, там расстреливают. А они расстреливали там, где хоть кто-то, хоть один выстрел сделал по ним. Когда советские войска подступали к селу, Мефодий вытащил свой карабин и стал их ждать. Он мечтал пополнить ряды армии. Но получилось не так, как он задумывал. Фашисты так просто не могли оставить село. Когда они уходили, то решили взорвать мосты. Их в селе было три. Мефодий наблюдал, как на восточной окраине взлетели в воздух осколки двух мостов. Третий находился недалеко от их дома. Крытая немецкая машина помчалась к нему. Подросток уже был на чеку. Зашел в одну из ям, зарядил карабин. Думаю, сколько ж... А они уже подъехали, остановились, переехали на другую сторону. И смотрю, несут эти взрывчатки, несут от машины вниз туда, спускаются. Я быстро зарядился. Стрелять они уже скрылись. Думаю, ну что ж, сейчас посмотрим, что будет дальше. А дальше фашисты вышли из укрытия. Мефодий выстрелил. Немецкие солдаты побежали к машине, стрельнув в ответ из автомата. До машины добежали. Я два выстрела успел сделать, я не попал. Потому что было далеко. О, 700 метров было, я поставил на рамки. Думаю, 700 метров, ну хотя бы ранить, хотя бы машину подбить на этом расстоянии. А близко подойти, ровная степь, нельзя. Сразу обнаружат, откроют огонь. Оставшиеся три патрона из пяти юный стрелок выпустил по машине, когда немцы подбежали к ней. Но, увы, он даже не задел ее. Машина завелась и поехала. А мост взлетел на воздух. На следующий день село заняли советские войска. Вот тут-то Мефодий Остапенко понял, что у него появился шанс попасть на фронт. И вроде как удача была на его стороне. На дворе тетушки остановилась машина медсанчасти. Мефодий Иванович вспоминает, как подбежал к машине и постучал по капоту. Шофер копался в моторе. Чего, чего ты пришел? Вот, вот. Я говорю, да, поговорить надо. Ну, о чем? Ладно, я сейчас прикур сделаю. Чего ты хотел поговорить? О чем ты хотел поговорить? Я говорю, можно ли мне устроиться на вашу машину? Зачем? Я говорю, поехать, воевать. Да брось ты, рано тебе еще воевать. Да. Как рассказывает Мефодий Иванович, он все же договорился с водителем взять его на борт. Отъезд намечался на раннее утро. Но в селе было подозрительно тихо. Оказывается, советским войскам пришлось по тревоге уехать. Мефодию было обидно до слез. Опять его постигла неудача. В январе 1943 года воинские части Южного фронта вели решительное наступление возле северных границ Ставрополья. Ожесточенные сражения шли за каждую страницу. В боях за освобождение Невиномыска 20 января Красная Армия взяла в плен 460 вражеских солдат и офицеров. Оккупанты потеряли свыше тысячи своих бойцов. Рядом с нами республики Калмыкия рядом, Дагестан, Чечен-Ингушетия и прочее. И надежды, видимо, не было на то, что они преданы будут до конца. И вот там создавались эти истребительные батальоны. И у нас забрали ребят. Вернее, не забрали, они сами пошли, им только объявили. Это на год старше меня. А в августе 1943 года в такой истребительный батальон попал Мефодий Остапенко, в котором, по словам нашего героя, он стал солдатом и воевал по-настоящему. Вот, и мы ездили там, ходили по полям, по степям, встречали. Десанты были на территории Калмыкии, был десант, выбрасывали немцы. Вот. Ну и так много было тех, которые сочувствовали немцам, враги бывшие. Вот таки, с такими надо было их уничтожать. Ну, сначала мы их просто арестовывали, сдавали в НКВД, там разбирались, кто прав, кто виноват. В декабре 1944 года Мефодий Остапенко призвали в армию. Всех призывников отправили на Урал, на станцию Тоцкая, где их прикомандировали в запасной полк и начали готовить к фронту. Они думали, что поедут добивать немцев в самом логове фашистского зверя. Но эшелон от города Чкалова поехал на восток. Не хотелось ехать через всю страну на восток, опять, там начинать войну опять. Войны-то там еще не было. А начинать, значит, придется. Мы догадывались, что с Японией придется воевать, потому что она захватила много наших территорий уже. 9 мая 1945 года эшелон с новоиспеченными солдатами прибыл на Дальний Восток. Только они позавтракали, и вдруг прилетела в буквальном смысле этого слова долгожданная новость. Самолет летит, гражданский, маленький этот самолет. Как их называют сейчас? Кукурузник. И листовки сыпятся. Думаю, все, мы уже догадывались, видно, уже бои шли в самом Берлине. Ясное дело, догадывались, что это уже конец войны. Правильно, подобрали листовку, да, конец Великой Отечественной войны. В Москве вовсю гремели победные залпы. А для Мефодия Ивановича и его товарищей война продолжалась. Мы пошли своим ходом, потом к самой границе. Там остановились, сухая пать, пать, сухая пать называется, остановились там лагерем и начали готовиться к войне. Чуть ли не в первом бою Мефодия Ивановича чуть не убила шальная пуля, но Бог миловал. Когда обстреляли меня из этого, из ДОТа японцы, открыли огонь. Хорошо, что я успел, а успел потому, что крикнул на другой стороне поляны, был раненый, лежал болец наш. И он, когда увидел, что я вышел на это, он крикнул, ложись! И только я лег, успел лечь, и пулеметная очередь над головой прошумела. Мефодий Иванович говорит, что пытался уложить из своего ружья неприятеля, но бесполезно, пулеметная очередь повторилась. Благо, сзади появилась тяжелая самоходка, которая стала бить по ДОТу. Только тогда Остапенко смог перебежать в безопасное место. В этот же день Мефодий Иванович и вместе с товарищем отправили на задание. Они проходили мимо небольшого военного лагеря японцев, уже заваленного трупами. Как вспоминает наш герой, он решил туда сбегать на разведку, в надежде найти хотя бы маленький огрызок карандаша и клочок бумаги, чтобы написать письмо родителям. Захожу, смотрю, в правом углу, столик, деревянный столик, на столике лежат альбомы и краски. Да, батюшки мой, как мне повезло, как раз то, о чем я мечтал, мечтать не мог, а там появилось само. Я кинулся, подхватил эти краски, коробочка была такая белая, пластмассовая. Но только вышел Мефодий Иванович с трофеями из домика, опять застрочила пулеметная очередь. Как ударил, его послетело у меня. Я пощупал так, вроде все не тронуто, все целое, живое. Вот, по кустам начал пробираться к первому домику, потом там, за первый домик уже. Вот, начал приподниматься, думаю, интересно, будет ли он стрелять, видно ли ему из-за этого домика меня. А сзади на сопке, откуда-то, в сопке стрелял. Пулеметная очередь опять засвистела. Оказалось, что пули были случайные. Советские солдаты ловили японского офицера, запугивая его пулеметной очередью. А пули пролетели над Остапенко. В очередной раз судьба смелости велась над Мефодием Ивановичем. 2 сентября 1945 года закончилась война с Японией и Вторая мировая война. Но Мефодий Иванович после этого еще не вернулся домой. Он продолжил службу в армии. В конце декабря 1946 года всех погрузили на корабль и отправили в родную страну. Новый 1947 год Мефодий Иванович встретил во Владивостоке. Когда в истребительном был, вот мы получали книжки маленькие такие, в диблиотеке Красноармейца называлась. И вот там я обнаружил рассказ Вадима Кожевникова, «Март-апрель» называется. «Март-апрель» о десантниках. Вот. И я возгорел желанием думать, могу ли я стать таким человеком, как были вот эти люди. Так получилось, что Мефодий Иванович был в числе первых, кто встретил легендарного генерала Маргелова. На тот момент Остапенко уже прославился в армии как хороший художник. Как-то его вызвал командир батальона и приказал ему отделать кабинет новому командиру корпуса. В этом кабинете и произошла их первая встреча. Ну да, в этом кабинете начали работать. И главное, что после завтрака пришли туда. Томин сел на диван, кожаный диван. «Да, еще так. Ох, прекрасно, генеральский диван. Да. И посмотрел на меня, замер. Я думаю, что он, Томин, смотрит. Я налево поворачиваю, а тут в дверях стоит генерал». Из армии Остапенко демобилизовался только в январе 1951 года. За всю жизнь он совершил более 70 прыжков. Последний раз прыгнул с парашютом в 66 лет. Мефодий Иванович сразу после демобилизации из армии поступил в Краснодарское художественное училище. У него много картин и зарисовок на военную тематику. Есть работы, посвященные десантникам. Некоторые он хранит дома, но многое передал в музеи. В Государственном архиве новейшей истории Ульяновской области сформирован целый фонд с документами и рисунками Мефодия Ивановича Остапенко. В последние несколько лет художнику пришлось забросить кисти краски, о чем он очень тоскует. Но с удовольствием вспоминает о прожитых годах и мечтает встретить 75-летие Дня Победы. Великая Отечественная война победоносно завершилась! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok